Меня зовут Константин Муравьев, я риэлтор из Москвы. И вы на моем канале, который полностью посвящен недвижимости в Москве и Московской области. Я вам показываю квартиры изнутри, рассказываю о ценообразовании, сколько купили, сколько продали, о плюсах и минусах того или иного района. Канал максимально полезен будет для тех, кто хочет продать или купить недвижимость в Москве или в Московской области. Но сегодня у меня необычный повод, постараюсь кратко. Итак, мне однажды приходит на почту письмо от моего подписчика с Ютуба. В нем такая история. Комната в центре Москвы, мы ее приватизировали 20 лет назад, но с тех пор пользоваться мы этой комнатой не можем. То есть не сдать, не продать, потому что сосед по коммуналке гонит, так сказать, дуру и мешает всячески пользоваться данной недвижкой. В общем, мы, говорит, ей не пользуемся, что с ней делать не знаем, помогите. В общем, я подумал, и, собственно, я с таким уже сталкивался, подумал и принял решение очень простое. Ну, по крайней мере, самое простое из тех, кто возможен, купить эту комнату самому. Какая недвижимость продается ниже рынка, потому что людям приходится решать все эти вопросы, о которых было написано, ну, о которых я вот ранее говорил, да, о которых мне написала моя подписчица. Я решился, я, в общем, ее купил, и сегодня я иду с документами и ключами заселяться, скажем так. Будем разговаривать с соседом, будем, собственно, разграничать ответственность, будем очищать помещение. Потому что помещение захламленное, убитое в хлам вообще, он там натащил каких-то дров туда. Все максимально грустно выглядит, потому что я перед покупкой туда заходил. И, собственно, посмотрим, как он себя будет вести. И пойдем вместе со мной смотреть. А так это центр Москвы до Кремля, где-то примерно километр. Набережная обводного канала, Москва-река, там все в пешей доступности, очень красиво, очень классно. Метро Новокузнецкая. Полностью адрес, извините, не скажу, но по ценам, как обычно, пройдемся. Кстати, вот сейчас здесь все очень нарядно, в ту сторону метро Третьяковская. Но так все нарядно стало буквально во время чемпионата мира, потому что до того момента здесь было грустновато. И вообще не так все красиво. Было мало ресторанов. Тема очень животрепещущая. На самом деле я знаю, что еще много семей живет и владеет недвижимостью, имея вот такие проблемы, о которых я в начале видео сказал. То есть совершенно невозможно пользоваться этими комнатами, жить там, сдавать их. Висят они мертвым грузом. Вы можете в комментариях написать, знаете ли вы такие истории. Может быть у вас такая история прямо сейчас происходит. В той стороне желтая зданица, это метро Новокузнецкая. В 43-м году это метро открыли во время войны. Здесь такой памятник. Здесь когда тепло, музыканты играют и все пьяные тусуются на этих скамейках. Выбрал наиболее простой способ решения этого вопроса. Но на самом деле он не такой уж и простой, потому что, ну, во-первых, деньги нужно было мне найти. Мне нужно было найти время на все это, да. Потому что, ну, непонятно, как себя человек поведет, раз он такой неадекват. 20 лет мешал пользоваться этой комнатой. Что будет, когда я туда приду? Никто не знает. Но все равно даже это проще, чем, как вот пытались до меня риэлтор. Да, немножечко, кстати, самая реклама. Вот до меня риэлторы пытались что сделать? Они выставляли это в рекламу. Ну, приводили туда людей. Люди приходили, видели все это в таком состоянии грустном. Офигевали, мягко говоря. Ну, ладно, некоторые решались. Думаю, ремонт сделаем. А тут что? Сосед выходит голышом в махровом халате или в махровом халате нараспашку. Ну, естественно, люди в шоке и убегали. Ну, в общем-то, фантазии у моих коллег, как это ни странно, ну, как бы небогатые, скажем так. Кто поопытнее, видимо, не хотел браться, а брались одни неопытные. Ну, и, собственно, никаких из этого результатов не вышло. Никто комнату не купил таким образом. А, еще он менял постоянно замки. То есть люди приходят на показ, да, с ключами всеми делами, раз, а дверь закрыта. Что делать? Ломать, что ли? Нельзя. Ломать только собственник может. Кстати, я с юристом пойду. Если он не застесняется, немножечко правовые вопросы тоже поднимем. Он расскажет, какие обязанности, какие права у жителей коммуналки. Да, что вот лично я теперь как новый собственник могу делать, что не могу. Прошу прокомментировать. А вы смотрите до конца и лайки ставьте. Подписывайтесь на канал. Польза, я уверен, есть от этого. Кстати, сейчас вот поднялся на дроне, блин, палец опять разрубил. Неаккуратно. Сажал на руку. Такая игрушка тоже, блин, опасная. Такая игрушка тоже. так вот наш домик по прямой 1930 года вон постройки перекрытия скорее всего наверное смешанные потолки я думаю метр три но мы зайдем еще внутрь и померяем эти каток такой во дворе общественный каток в центре москвы чего-то никого нет лед идеальный знаю может он как-то по часам работает ворота а то тут еще искусственный лед ничего себе а еще друзья просто скажите мне где-то вы видели у себя в городе во дворе вот такие тренажеры или в москве хотя бы вы видели а здесь вот пожалуйста занимайтесь ну здесь конечно высокий уровень в центре москвы все очень качественно сделано я хочу себе во дворе такие тренажеры все еще написано что к чему в той стране обводной канал и москва река а кремль в той стороне у нас а вот здесь за деревьями не видно там кинотеатр торговый центр здесь небольшой скверик а в той стороне видите это котельническая набережная чуть туда правее там уже таганка садовое кольцо и там два моста через обводной канал и через москва реку пойду прогуляюсь время есть еще это обводной канал в ту сторону кремль а в ту сторону мост там вот как высотка на котельнической набережной а затем мостом начинается уже бульварное кольцо в ту сторону там метро павелецкая садовое кольцо комнаты здесь стоит в этом районе в районе новокузнецкой от 5 миллионов рублей и я даже видел по 12 но кто их покупает никто они просто висят в рекламе так квартиры квартиру я нашел одну в продаже за последний год в данном доме где я комнату купил за 26 миллионов рублей трешка 8 с чем-то метров 320 тысяч рублей метр убитая в хлам но мне кстати даже любопытные в итоге продали чуть дешево я вообще-то оцениваю дороже здесь недвижимость метр здесь стоит сталинских домах от 400 тысяч рублей без ремонта и я так думаю где-то самое дорогое видел за миллион миллион двести квадратный метр слушайте за москва речи это настолько вообще древний район здесь вот такие вот палаты и мире они реально каком 13 века я не гуглил но это вот так выглядит познакомиться поговорим чуть не тут кучу ключей дали но они видимо не работает ни один чё позвоню соседи новые расти я уже видеть уже виделись собачки я с товарищ коньки уберете там собака злодей сразу собака чувствует я хорош спасибо ладно хорошо норму есть не знаю сейчас проверим чуть тут ни хрена не работает вещи машинка андрей андрей да вас зовут привет вас андрей зовут да мы хотели познакомиться мы не хочу вам это вообще не интересно по баравану но в любом случае мы 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 в любом случае до вашего сведения доносим что приобрели комнату деляемся законами собственными вот хотели получить ключи от квартиры а входной да хотели ключи получить освободить собак на я тоже на добра на предмет захламления понятно через 20 минут еще хорошо посмотрим что там да ты здесь вот в таком все виде вагонка обшита собачка привет ты хорошая и вопросов нет вот наша комната единственная света почему-то мне нет не знаю как показать даже классный дом стена видите да почти метр толщиной здесь только таких домах один нюанс межквартирные стены тонкие в тридцатых годах время был тяжелой стране строили скажем так не из лучших материалов да вот нет цвет так посмотрим что мы здесь в таком виде ванна кухня тоже вся же стена отколота кстати что интересно у мужика двух детей и в таком мужике живут возможно это опека заинтересуется таким папашей здесь тоже кирпич вымер пол зацените это здесь туалет а вот это балкон балконе вот такой вот хлам будем разбираться выносить так туалет с окошком а там меняли мужчина не хочет разговаривать совсем ну ключ хотя бы вот у нас теперь есть да разговаривать не хочется это наследство мне досталось вишь не знаю что за хрень ну да приходится все фиксировать на видео не так не дали да вот здесь отрезан провод шел проводка поверх ушла до продает два ключи друзья техническая неполадка в тот момент когда я начал записывать видео внутри квартиры комментировать ее состояние начал задавать вопросы нашему юристу звук пропал то есть не записался звук поэтому извините ради бога посмотрите просто кадры изнутри квартиры данных насколько она убитая я все это снимал просто под музычку а также этом показывал еще межкомнатную перегородку очень крутая вот она свойственно домам постройки 20 30-х годов она из дерева просто покрыта дранкой и заштукатурено вот слышимость ну вы сами понимаете отменная поэтому эти дома имеют такой недостаток у них слишком сильно слышно соседей в общем простите ради бога задавать свои вопросы в комментариях или может комментируйте наоборот объясняйте мне как вести себя в коммуналках понеслась и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите! Субтитры сделал DimaTorzok 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 До новых встреч!